Как вы могли бы прокомментировать встречу президента США Байдена с президентом Украины Зеленским? Я хотела бы обратить внимание на то, что пресс-секретарь президента уже прокомментировал эту встречу, поэтому саму встречу я комментировать не хотела бы. Я единственная в контексте двусторонних отношений, безусловно, два суверенных государства имеют право развивать отношения. Но коль скоро это уже и предмет, так сказать, ситуация на Украине является предметом глобальной международной повестки, мало того, это повестка международных организаций и значительную роль формирования и вообще ситуация на Украине играет именно Соединенные Штаты Америки, то могла бы сказать, что использование Вашингтона Киева в качестве антироссийского орудия, мы это неоднократно говорили, может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею в виду для Украины, просто они уже налицо, это и потеря ориентации в собственных национальных интересах, и дисфункция государства, подмена и интересов, и функций государства Украина интересами и функциями государства США, по-моему, это и потеря какой-то такой исторической идентификации. Все-таки Украина, развивая свою страну, я имею в виду киевский режим, развивая отношения с другими странами, все-таки должна руководствоваться интересами и волей украинского народа, а не интересами и волей американского политического истеблишмента. Вот если кратко, хотя очень подробно на эту тему, вы можете почитать стенограммы, выступил министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров за последние пару недель. Все доступно на сайте. Следующий вопрос, если позволите, относительно военной помощи США-Украине. После заявления об отказе силового переостройства мира США вновь направляют очередные, в этот раз, 60 миллионов долларов как военную помощь Украине. Учитывая непрекращающиеся нарушения минских соглашений со стороны киевского режима и обстрелы по мирному населению Донбасса, является ли данная помощь поводом для поднятия вопроса введения военного эмбарго для Украины? Вы знаете, мы много раз комментировали это, используя высокие выражения, международные правовые формулировки, цитаты в подтверждение нашей позиции. Можно я скажу, наверное, лучше уже попроще сказать? Потому что иногда спрашивают, что плохого, если оказывается помощь, тем более в размере крупной суммы, военные нужды, поставки соответствующие осуществлять. Мы все время говорим о том, что страна находится в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта, я имею в виду Украину, что это непреодолимая проблема и уже не для первого президента, что спрос на прекращение этого конфликта, огромные общества, это основная идея, с которой приходят кандидаты и в президенты, и в законодательные органы власти. Это именно то, за что политики покупают, так сказать, не могу сказать, покупают избирателей, но на что они обменивают голоса избирателей на Украине. То есть это основная повестка. Мы все это говорили. Но давайте я скажу попроще. Знаете, ничего плохого нет в том, чтобы, наверное, предлагать вашим друзьям, гостям добавить в чай сахар. И если вы ставите перед ними целую сахарницу, наверное, это говорит о вашей щедрости, о том, что вы заботитесь о них, что вам не жалко ничего для них, что самое лучшее вы им готовы отдать. Есть только один момент. Если только тот человек, которому вы это предлагаете, не болен сахарным диабетом, а вы ему предлагаете сахара все больше и больше, и убеждаете его в том, что, добавляя в свой чай этот сахар, он поступает правильно. Вот, возможно, такой аллегорией, вот таким сравнением получится показать всю пагубность заигрывания с Киевом, не с народом, а с киевским режимом, с политиками в этой стране. Ну, давайте я повторю еще и более, так сказать, серьезными политологическими фразами и выражениями. Действительно, мы обеспокоены действиями Соединенных Штатов Америки и других стран-членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений. В Киеве это непосредственно и, кстати говоря, самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта, ведет к эскалации боевых действий. Мы уже говорили на этом брифинге, подробно эту ситуацию разбирали, когда на Украине уже прошло шесть совместных учений только в текущем году со сторонами Альянса. При этом маневры Defender Europe 21 были крупнейшими за последнюю четверть века. Как вы понимаете, никаких вопросов они не решают. В общем, тем, кто с натовской стороны что-то там пытается Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их, так сказать, навыки наблюдали сейчас в Афганистане. С тем, что они там устроили, стыдно вообще кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении. Стыдно просто. Самим нужно отработать основополагающие вещи. Ведь речь шла просто об уходе, не о спасательной операции, не о обеспечении безопасности региона, а о завершении собственного там присутствия, которое превратилось просто в трагическую бойню. Западные инструкторы, о чем присутствие на Украине только расширяется, активно обучают украинских военнослужащих ведению боевых действий, в том числе в городских условиях. Но это то, что нужно сейчас, безусловно, украинскому народу. Без этого навыка никуда не преодолеешь ковид, не укрепишь экономику, не решишь проблемы разъединения общества. Вот только всем осталось научиться поголовно воевать в городе, и все вопросы решатся сами собой. Существляя поставки на Украину вооружения и боевой техники, в том числе в ту же самую копилку, все это прямо противоречит предусмотренному комплексному мер обязательству Киева по выводу иностранных формирований и военной техники с территории Украины. Напомню, это пункт 10. Но при этом уже понимаем отношение нынешних киевских властей к этому документу. Они не скрывают. Дополнительно осложняет ситуацию упорное нежелание западных стран признать тот факт, что на востоке Украины мы имеем дело сугубо внутриукраинским вооруженным конфликтом между нынешним украинским режимом, который пришел к власти в результате антиконституционного государственного переворота в феврале 2014 года. И даже несмотря на электоральные процессы, движок остался тот же. И жителями Донбасса с другой стороны, которые отказались признавать законность засевшего в Киеве вот этого националистического правительства, навязываемый украинской пропагандой тезис о якобы имеющем место конфликте между Украиной и Россией, нужен к киевскому режиму, чтобы просто переложить на Москву решение своих собственных внутриполитических, экономических проблем и постоянно, так сказать, стоять с протянутой рукой перед западными покровительствами «дай то то, дай то это». А по большому счету это в том числе является показателем использования Украины в качестве антироссийского фактора и орудия. Потому что для западных кураторов Киева прежде всего Соединенных Штатов Америки это повод вводить незаконные ограничительные меры, оказывать политическое давление, поддерживать контролируемую напряженность у границ нашей страны, пытаясь сдержать развитие России. Кстати, говорит сейчас, что на Украине вполне себе официальные представители, в частности, какие-то советники из этого офиса президента Украины договорились до того, что это уже не конфликт между Россией и Украиной, что не так, потому что есть соответствующие даже документы, подписанные украинской стороной, а что это нужно называть русско-российским конфликтом. Ну то есть это вообще уже, знаете, так сказать, как это называется, критическая точка заболевания, мне кажется. Это уже показатель абсолютной неадекватности людей, которые призваны, призваны были решать этот кризис, а занимаются исключительно тем, что они его усугубляют. До этого додуматься надо было. Поэтому международное сообщество должно признать факт, безусловно, гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружения в страну, которая истребляет собственное население, при этом запрещает оппозиционные политические партии, запрещает инакомыслие, не уничтожает просто свободную прессу, журналистов и так далее, и так далее. А им за это поставляют оружие в таких объемах. Мы рассчитываем, что на Западе еще сохранились здравомыслящие политики, которые не на словах, а на деле испытывают искренние чувства к Украине, причем чувства симпатии, а не ненависти, и которые не позволят ястребам в Вашингтоне и в отдельных европейских столицах еще больше дестабилизировать ситуацию в Европе. Еще раз, вспомните мое первое сравнение, первую аллегорию. Но это очень похоже, понимаете? А со стороны кажется, что добрейший жест, а на самом деле просто такими вещами народ украинский убивается.